Всем привет! С вами 13 из Иксов. Сегодня поговорим о продукции компании PyroFX, в частности про F1-мину. Я уже когда-то снимал обзор на данную мину, можете посмотреть вот здесь, если кому-то интересно. Но сегодня немножечко про другое. Всеми правдами и неправдами у меня в руках очутилось более 50 мин с истекшим сроком годности. И данную мину нужно утилизировать. Всем вам я рекомендую утилизировать пиротехнические изделия согласно инструкции. И так делать, как буду делать, я настоятельно не рекомендую. Но как же может быть иначе на моем канале, кроме как не взорвать данные мины. Сегодня посмотрим, как у нас это получится. Поехали! Также хочу напомнить, что же из себя представляет F1-мина. Вот такое изделие, похоже на F1, на ручную гранату. Но за исключением того, что у нее отсутствует предохранительная скоба. Есть только ЧК, при извлечении которой мина сразу же взрывается. На УЗР-гейме видим вот такую красную термоусадку, красный маркер, оповещающий нас о том, что это мина. Ну и руками, когда мы трогаем, мы понимаем, что нет скобы. Да, мы знаем, что это мина. И не пытаемся ее кидать в противника, извлекать ЧК и кидать. Потому что взрыв произойдет сразу же у вас в руках. Есть эффект погремушки. Это тоже некий сигнал о том, что это не ручная граната. На ручных гранатах от Pair FX эффект погремушки отсутствует. Собственно, все просто. Мы цепляем мину за дерево, привязываем к ней веревку, леску, проволок, ну что угодно. Отстригаем пластиковый предохранитель, разгибаем усики. Идет противник, задевает леску, извлекает с ЧК, взрыв. Изделие предельно простое. И данными изделиями, вот в разрезе мин, я, наверное, пользовался больше всех вообще. Процент несработки очень маленький. Ну, я вообще не помню, что были несработки. Ну, в общем, если они были, то процент их крайне мал. Сегодня поставим целую гору таких мин. И взорвем. Взрывать сегодня мины будем 100 серии и 240 серии. Я не помню дату изготовления данных мин. Спрошу у производителя. Где-нибудь здесь ставлю инфографику. И покажу вам, когда данные мины были изготовлены. Несмотря на то, что срок годности данных изделий уже истек, я предполагаю, что они взорвутся штатно. Ну, по крайней мере, должны взорваться штатно. Те мины, которые штатно не взорвутся, мы утилизируем уже по инструкции. Ну, давайте приступим. Для того, чтобы утилизировать гранаты, надо вырыть ямку. Развести в ней огонь. Ну, костер. Мы разведем вот в этой коробке. Ну, и сложить туда непосредственно гранаты, которые не взорвались. Потом пусть все это дело прогорает, взрывается там, не взрывается. Ну, и по прошествии некоторого времени все это дело уже сгоревшее, закапываем. И чтобы никто его больше не нашел и не повредился и не поранился. У нас все готово. Парни постарались, повешали некоторые гранаты даже на уровне лица. Ну, все для меня. Побегу я с той стороны. К вам на встречу. Ну, думаю, что все будет ок. Пиздец страхолог. Ну, что, я поначал? Ебаться. Нахуй. Держаться буду за шлем. Пиздец. 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 собрали целую кучу мусора за собой короче мы не насрали ни одно дерево не пострадала ёбаный догорают гранатки короче ну что я вам могу сказать это больно но этот весело измазал всю куртку порвал штаны не взорвалось примерно десяток не знаю с чем это связано чека при всем при этом осталось на месте в общем не вырвалась чека и за узор гэма брак это исполнителя ну то есть там наш брак мы там плохо привязали или это там брак там гранат или это уже там просрочка да та самая ну сейчас будем все это дело сжигать уничтожать и заканчивать на этом всем спасибо спасибо тем кто досмотрел до конца с вами был 13 из иксов всем пока но вот есть и такие экземпляры то есть чеки на ней нет чека вырвана граната не сработало это пиздец я вам скажу нахуй все прилетело дубля из меня прилетел дед меня у меня мины взрывались почему-то вот здесь на я даже блять порвал штаны на понимаешь а а а сука ну вроде хуй цел